Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео мы продолжим разбирать комментарии айтишника Евгения относительно деятельности Романа Василенко. И в этом видео мы поговорим о том, что же на самом деле произошло, почему все застопорилось с точки зрения самого Евгения. Итак, Евгению задали вопрос. Если арестуют недвижимость Василенко, то пайщикам может что-то и вернется? А другим, у кого были счета, у них есть шанс на возврат средств или нет, а слово совсем? По моей информации, касательно БЕСТ-В, все объекты недвижимости будут арестованы в ближайшее время. Вот. Соответственно, после ареста будет проходить суд и, соответственно, будут произведены определенные... Ну, я не вдаюсь в подробности, как это все происходит. И, соответственно, часть средств будет возвращены тем людям, которые заплатили за тот или иной объект недвижимости. Это то, что я знаю. Издание «Ведомости» опубликовало список 20 самых дорогих сделок с квартирами в Москве в 2021 году. В этом списке 20 пунктов. В этой колонке идут имена собственников. Во второй колонке – площадь объекта в квадратных метрах. Третья колонка – это где находится. Следующая – это стоимость одного квадратного метра в миллионах рублей. И, наконец, общая стоимость объекта. И в данном списке на 12 месте есть запись под именем «Собственник Роман Василенко». Площадь объекта – 201 метр. Малая бронная – 15. Стоимость за квадратный метр – 2,6 миллиона рублей. И суммарная стоимость – 515 миллионов рублей. Конечно, кто-то может сказать, откуда мы знаем, что это именно тот Роман Викторович Василенко, создатель «Life is good». Может быть, это просто какой-то человек, однофамилец и тезка. Ну, такое тоже бывает. Но это уже следствие покажет, тот или не тот. Во всяком случае, мы говорим именно о 20 самых крупных сделках с недвижимостью за 2021 год. То есть в России не так уж и много людей, способных такие сделки, скажем так, совершать. Что касается высказывания Евгения об аресте недвижимости. Да, поскольку данная недвижимость находится в российской юрисдикции, по решению суда, конечно, она может быть конфискована и так далее. Но, насколько известно, Евгений сам об этом говорит, у Романа Василенко есть еще недвижимость в Лондоне. Якобы два торговых центра. Так вот, каким образом будет обстоять дело с недвижимостью в Лондоне – это большой вопрос. Потому что решение российских судов на Британию не распространяется. Это другая юрисдикция. И, кроме того, не будем забывать, сейчас идет, можно сказать, глобальное противостояние между Россией и Западом. И, соответственно, западные страны, и Великобритания, в частности, может даже делать что-то назло. То есть, может быть, они даже готовы будут изъять какую-то недвижимость, но вовсе не для того, чтобы заплатить что-то инвесторам Гермеса или пайщикам Бествэя. А они просто могут оставить эти деньги у себя. Сейчас правительство Великобритании рассматривает возможность конфискации имущества девяти российских олигархов. А кто-то рассказывал, что на Западе частная собственность неприкосновенна, что там британское право. Ну да, ну да. Те, кто пострадал по Бествэю и по Гермесу, я настоятельно рекомендую, не откладывая, идти и писать заявление. Потому что это процесс недолгий, потому что те, кто пострадал, этих людей очень, очень много, десятки тысяч. Поэтому вы одни из них. И если вы хотите вернуть свои деньги, в любом случае произойдет в какой-то момент процесс конфискации, ареста, конфискации, продажи и так далее. И распределение средств через суд. И вы как-то вернете эти деньги. Поэтому не откладывайте и просто идите с заявлением. Если у вас есть какой-то консультант, который у вас взял деньги, пишите на этого консультанта. Плюс параллельно пишите на Василенко. Так как он вместе с этим консультантом вел вас в заблуждение. Потому что в итоге, как я знаю, Василенко может вообще выйти чистым из воды. Потому что так получается, что виноваты будут только консультанты. А он как будто бы ни при чем. То есть человек, который, имея миллиарды сейчас за границей, да, нюхая кокаин с девчонками на яхте, он попивая там вискарь, он сидит тоже почитывает все вот эти сообщения. Он хихикает, он ржет, там, это есть у него такая фишка. Он кайфует от этого. Он знает, что ему ничего не будет. Но нужно сделать так, чтобы ему что-то было за это. То есть, чтобы ему прилетело. И чтобы он ответил за это. Потому что это неправильно. Это абсолютно неправильно и не по-человечески. Евгений упомянул, что для Романа Василенко есть шанс выйти сухим из воды. И он считает, что это было бы неправильно. И Роман должен быть привлечен к ответственности. Потому что иначе получится, что он как бы ни при чем. А крайними останутся консультанты. Насколько я понимаю, речь здесь идет в том числе и о работе с так называемой внутрянкой. Когда человек хочет, например, завести свои деньги на счет Виста в компании Гермес. Он не может это сделать напрямую, как раньше. Когда формировались специальные инвойсы в кабинете. И человек банковским переводом, например, мог по инвойсу послать свои деньги в компанию Гермес. Уже на протяжении, по-моему, нескольких лет эта система не работает. И человек, чтобы завести свои деньги на счет Виста, должен приобрести у кого-то внутрянку. У какого-то физического лица. А свои деньги, рубли, он, например, по курсу как раз переводит действующему консультанту, инвестору. Который ему эту внутрянку продает. Но опасность этой схемы состоит в том, что, например, во время следствия, расследования, Роман Василенко может сказать, так а мы тут при чем? То есть, если гражданин А перевел гражданину Б какие-то деньги, вот пусть и разбираются между собой. Мы тут при чем? То есть, по сути, то, что на протяжении длительного времени в компании Гермес уже нет возможности нормального ввода средств. Это как раз приводит к тому, что граждане вынуждены были, инвесторы, организовать, как вы знаете, различные обменники, где происходит обмен вот этой внутренней валюты. Да, там многие считают эту схему удобной, но у нее есть и обратная сторона. Потому что в этом случае ввод и вывод средств получается делает не сама компания Гермес, а производят граждане друг с другом. И в случае каких-то проблем начинаются разборки, начинаются подачи заявления друг на друга. И как раз об этом, насколько я понимаю, Евгений и говорит, что Роман Василенко вот в таких случаях может просто, как говорится, остаться в стороне. Ну, типа, вот у людей там есть претензии какие-то друг к другу, вот пусть между собой разбираются. Потому что у него была возможность, очень большая возможность, все это вырулить, вытащить всю эту империю и тянуть дальше, вплоть до того, пока не рухнет весь мир. Итак, Евгений считает, что у Романа Василенко были все шансы и все возможности для дальнейшей работы компании. Но он решил каким-то образом все это остановить самостоятельно. Может быть, устал, может быть, еще что-то, может быть, я не знаю, в чем причины, но я был сильно удивлен, потому что я сам как бы был заинтересован в этой работе, но как-то все это резко произошло, резко все остановилось, резко обыски, резко аресты и так далее. Я преодолел определенный шок и до сих пор не могу понять логическим своим мировоззрением, почему именно так произошло, почему этот человек допустил именно такое, почему он не смог предостеречь все это и просто не допустить то, что происходит сейчас. Как мы с вами разбирали в предыдущих видео, по версии Романа Василенко, все началось с того, что вот Евгений совершил предательство. Вот он такой вредный предатель по натуре, пошел против компании и, как там было написано, воткнул нож в спину. Но, как объясняет сам Евгений, во-первых, его работа на самом деле устраивала. Но я был сильно удивлен, потому что я сам как бы был заинтересован в этой работе, но как-то все это резко произошло. То есть, ну и в наше время, когда люди меняют места работы достаточно часто, то, что Евгений проработал 8 лет, по сути, с момента основания компании на одном месте, естественно, набрался огромного опыта, ну, наверное, работа ему действительно нравилась и устраивала. И если бы все продолжало работать, как и должно работать, наверное, он и дальше бы продолжал этим заниматься. Но претензия Евгения в чем состоит? Что когда начались обыски в офисах компании, аресты сотрудников, то, как объясняет Евгений, Роман ничего не сделал. То есть, Роман, у которого огромные финансовые возможности, связи и так далее, то есть, он не воспользовался этими возможностями для того, чтобы как-то конфликт урегулировать. Почему этот человек допустил именно такое? Почему он не смог предостеречь все это и просто не допустить то, что происходит сейчас? Вот такая информация на данный момент. В следующих видео я, конечно, продолжу разбирать комментарии Евгения. Как видите, информация всплывает достаточно интересная, благодаря всей этой ситуации. Добавляйтесь в наш телеграм-чат, а также подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.